Азовский сельский поселитель На сессии прозвучали поздравления, напустое в адрес избранного руководителя. На встречу слова взял глава района Адам Джарим. Я поздравляю вас с избранием, с вступлением в должность и хочу еще раз сказать, служить людям. Я желаю здоровья, благополучия, желаю всем жителям азотского поселения уверенности, чтобы завтра, уже приступив к очередному сроку работы, вы сделали больше, чем за предыдущий год. В завершение новоизбранный глава еще раз обратился к жителям и поблагодарил за оказанное доверие. Напомним, что на должность руководителя азовского поселения Алексей Подобный выбран уже в четвертый раз. К защите Родины готов. На стадионе «Олимп» в станице Северской прошел слет военно-патриотических клубов Краснодарского края. 13 команд из школы района соревновались в нескольких спортивных дисциплинах. Сегодня на стадионе «Олимп» проходит муниципальный этап краевого слета военно-патриотических клубов и объединений Краснодарского края к защите Родины готов имени героя России генерала Геннадия Николаевича Троша. Первое испытание – конкурс «Песни и строя». Задание несложное, но зато зрелищное. Оцениваются не только вокальные данные. Главное – уметь печатать шаг и держать линию в марше. «Рассветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выгодила нами Катюш». Военизированный кросс максимально приближен к реальным боевым действиям. Спортсмены соревновались в стрельбе, метании ножа, оказании первой помощи. И, конечно, сборке-разборке автомата. Это упражнение стало классическим в военных играх. «Традиционно данное мероприятие проводится ежегодно. В программу состязаний входит смотр «Песни и строя» и комбинированный военизированный кросс. В этом году в мероприятии принимают участие 13 команд из школ района. Победитель будет представлять Северский район на зональном этапе в городе Горячий Клюз 27 сентября этого года». Соревнования длились более пяти часов. У каждой команды своя форма и знаки различия. Участвовали не только юноши, но и девушки. В итоге лучшими оказались ребята из команды «Восход» школы номер 45. Андрей Котовский, Елена Меркотан, Руслан Лов, Павел Фисатиди, телерадио компания «Атаман», Станица Северская. Районный конкурс вокалистов «Веселые нотки» прошел в Ильском доме культуры. В фестивале приняли участие юные дарования из разных уголков Северского района. Музыкальный конкурс помогает выявить талантливых ребят и посодействовать их творческому развитию. Солисты, дуэты и ансамбли учреждений культуры соревновались в двух возрастных категориях – до 10 и от 11 до 14 лет. Юные вокалисты порадовали зрителей высоким исполнительским мастерством. Северский следственным отделом завершается расследование по уголовному делу по статье 159. Мошенничество Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении покойной Ларисы Ивановны Транько, умершей естественной смертью. На протяжении нескольких лет женщина предлагала жителям Северского района свои услуги по оформлению проектно-сметной документации на газификацию, но не доводила начатое до конца. На сегодняшний день зафиксировано более 180 потерпевших от деятельности Ларисы Транько. Просьба ко всем жителям района, кто обращался к Транько Ларисе Ивановне с просьбой об оформлении проектно-сметной документации на газификацию жилых домов и не получил документацию соответствующую, подойти в следственный отдел, расположенный по адресу Станица Северская, Комарова 2, кабинет 10, для того, чтобы истребовать свою документацию. Как отмечают сотрудники следственного отдела, у Ларисы Транько были найдены сотни проектно-сметных документаций, а значит, количество обманутых клиентов возрастает в несколько раз. Уточнить всю необходимую информацию можно по телефону 2-13-35 или 2-70-12. Если в небо над французскими Альпами поднимается гигантская утка или штурмовик из звездных войн, это значит, что здесь завершается знаменитый ежегодный фестиваль Кубок Икара. Участники со всего мира перевоплощаются в самых разных персонажей и совершают полёты на парапланах. В этот раз 130 пилотов соревновались за приз за самый лучший костюм и, конечно же, дарили себе и зрителям много позитивных эмоций. «Это ради развлечения. Мы летаем на протяжении всего года. У меня лётная школа. Я летаю 200 часов в год. Так что это на самом деле для зрителей, чтобы доставить им удовольствие и в то же время повеселиться». «Ощущения всегда прекрасны. Мы участвуем в четвёртый или пятый раз. Приехали из Италии. Так что здорово быть частью такого мероприятия». «Я из Квебека. Мне пришлось пересечь океан, чтобы приехать сюда. И здесь всё самое лучшее. Это Мекка. Когда я здесь, то я счастлив и делюсь этим со всеми». Небольшая французская деревня Сент-Илер принимает Кубок Икара с 70-х годов прошлого века. А с 1987 года лётные программы завершают карнавалом. По оценкам организаторов в этом году красочные полёты увидело около 100 тысяч зрителей. А я буду главным машинистом поезда. Пап, ну какой машинист? Мы же дочке матери играем. Вот родится у тебя братик и будет папа в паровозике с ним играть. До конца 2021 года родите или усыновите второго малыша и приходите за материнским капиталом. Мы? Уже определились. А вы? Пенсионный фонд России. Антитеррористическая комиссия Краснодарского края предупреждает. Я хочу быть с тобой. Жизнь станет честной и справедливой. Только никому об этом не говори. Я не хочу совершать насилие. Мы совершаем правильные вещи. Ты можешь стать одной из нас. По приходу данные, что бомбу взорвала террористка-смертница. Ты готова? Нет. Откуда их взять? Дети, теперь о грустном. Идите сюда. Мы посчитали наши расходы и доходы. Дело в том, что мы запланировали только одного из вас. Андрей, останься. А вы уходите. Мам, остановись! Не делай этого! Не убивайте свое будущее! Мам, остановись! Субтитры подогнал «Симон»